Уже уходили и потом возвращались. Эксперт о присутствии США в Афганистане. Радио. Спотнеп. Уже уходили и потом возвращались. Эксперт о присутствии США в Афганистане. 10 часов 26 минут. Знак авторского права. Epiphoto slash Romat Go. Вертолет А-60. Black Hawk. Во время взлета с авиабазы в Кандагаре. Знак авторского права. Epiphoto slash Romat Go. США рассматривают возможность заметного сокращения количества их войск в Афганистане, сообщили СМИ. Эксперт Константин Блохин в эфире радио «Спутник» высказал свое мнение по этому поводу. 3 октября, 17 часов 05 минут военный эксперт. В США вопросы про F-35 звучат все яростнее. СМИ раскритиковали первое боевое применение новейшего самолета F-35B в Афганистане. В эфире радио «Спутник» военный эксперт Виктор Баранец отметил, что вопросов к разработчикам истребителя и его применению становятся все больше. Вашингтон рассматривает возможность существенного сокращения воинского контингента в Афганистане, где американские военные с 2001 года проводят самую длительную операцию в своей истории, сообщает. The Wall Street Journal. Администрация рассматривает вопрос о существенном сокращении войск в Афганистане. Сокращение может начаться через несколько недель, говорят чиновники, говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. По данным CNN, контингент планируется сократить приблизительно наполовину, до 7 тысяч. Как сообщил источник в Белом доме, военные уже получили приказ о подготовке вывода войск. В настоящее время в Афганистане находится более 14 тысяч военнослужащих США, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире «Радио Спутник». Высказал мнение, что в любом случае Вашингтон будет стараться поддерживать в Афганистане военное присутствие, достаточное для обеспечения американских интересов. Из Афганистана американские военные уже несколько раз уходили и несколько раз возвращались. Афганистан является с точки зрения геополитики очень важной узловой точкой, в том числе потому, что он находится в регионе, расположенном между такими великими державами, как Китай и Россия. А как раз сейчас Афганистан является зоной повышенного интереса не только со стороны США, но и других государств, в том числе Китая. И, конечно, трудно себе представить, что Соединенные Штаты в условиях объявленного ими комплексного и долгосрочного сдерживания как Китая, так и России уйдут из Афганистана. Также, кстати, еще не вполне понятно, во что в итоге выльется и объявленный вывод американских войск из Сирии, сказал Константин Блохен. В среду Дональд Трамп сообщил о предстоящем выводе американских войск из Сирии в связи с объявленной победой над группировкой «Исламское государство Звездочка». Сейчас там находится около 2000 американских военных. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ «Звездочка». В Сирии они действуют без разрешения официальных властей страны. «Звездочка» запрещенная в России террористическая организация. 27 августа, 15 часов 37 минут эксперт назвал цель вброса об авиаударе РФ в Афганистанев Минобороны России опровергли сообщение о нанесении авиаудара российским самолетом на севере Афганистана. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Менткович в эфире «Радио Спутник» прокомментировал ситуацию.